Ну что геншинята, ожидали? Ну конечно, это же стратегия на канале по геншину, все как надо. Выбираем Швейцарию, чтобы потом захватить Астрию, но к сожалению вряд ли это получится. Итак, самое веселое это естественно начинать распределять абсолютно все что есть. В общем-то я даже одного дня в эту игру не наиграл, в смысле 24 часов, поэтому да, я ракал. Но оттого и веселее, опыт будет более смешным. Ну а теперь главная затея, которую я хотел придерживаться. Добавили это сегодня в дрянники, подружек увезли на скорую. Да, это план по захвату всего мира Швейцарией, а что вы мне сделаете? Правда я удивлен, что в Швейцарии мало чего изучено, ну типа серьезно, даже у той же Болгарии больше всяких приколов, или мне кажется. А далее я встретился с каким-то приколом, мне типа назначил одного и того же чела, забавно, я его и повысить не могу. Ну ладно, у меня этих штук много, я еще одного назначил. В общем-то без генерала мы не останемся, поэтому нормалек, нормалек, повезло, повезло. Еще у Швейцарии почти нет МПшки, ну типа людского ресурса, поэтому мне потребуется включить ограниченный призыв и частичную мобилизацию, тогда я смогу победить вообще всех. Далее я что-то долго думаю, решаю, что мне выбрать и по итогу забиваю, потому что ну выбор оказался очень тяжелым. Ну ладно, сейчас не в этом дело, мне нужно больше дивизий, потому что у меня, ну 20 дивизий это конечно много, но, ну знаете, чтобы захватывать страны этого маловато, особенно если они особо не обученные. В общем-то назначаем дивизии, понимаем то, что людский ресурс все-таки немножечко прибывает и все-таки делаем выбор. Отлично, теперь можем добавить в арсенал какие-нибудь новые приколы, потому что это смешно, ну грузовик смешное слово, согласны? Далее вы видите, как все мои планы рушатся, аннексия или аннексия, или аннексия, короче забейте, Австрии больше нет, а значит придется захватывать кого-то, проходя через Германию. Ну и ладно, если нам нужно право прохода по территориям Германии или же Третьего Рейха, нам нужно улучшать с ним отношения, поэтому пихаем ему свою швейцарскую крутость. Но помимо швейцарской крутости нужно еще кое-что сделать, к примеру, теперь мы будем не просто Швейцарией, а, ну блин, фашистской Швейцарией, поэтому прикол, теперь у нас другой флаг, другое название и вообще, мы вообще-то крутые. Далее отступаем в Альянс, вступаем, к сожалению, в войну, и происходит такой прикол, то что теперь у нас есть доступ ко всем странам, которые граничат с Третьим Рейхом, а значит отправляемся в Бельгию. Я вроде с названием не напутал. Ну и да, мои 22 бравые дивизии моментально начинают вгрызаться в территории врага, на которого мы сами напали, но это не важно, сразу оттесняя его назад. Вообще, в теории нам просто надо взять Брюссель, но об этом немножечко позже. Пока что мы видим очень успешное наступление по линии фронта и, в принципе, ничего такого. Враги отступают, силы теряются, мы вроде выигрываем, и вот уже территория Швейцарии находится совершенно в другом месте. И вроде круто, но тут происходит какая-то неожиданность. Чё это такое? А, ну это же мой Бусти, на который вы можете подписаться, чтобы, не знаю, отправлять идеи для видео, или смотреть превьюшки, или анонсы для видео. В общем-то ничего интересного, подписывайтесь. Итак, тем временем, мы вполне себе успешно тесним нашего челика, которого мы захватываем, потому что прикол, у них не так уж и много дивизий, в отличие от наших. Плюс у нас тут третий рейх подсабливает, закрывая провки своими дивизиями, всё очень удачно. Ну и знаете, я уже начинаю постепенно чувствовать свою бесполезность в этой войне, потому что даже Франция начинает отхватывать куски непонятно почему. Ну и ладно, зато хоть какая-то территория, наверное, будет моей. Зато полномасштабное наступление выигрывает вообще повсюду. Ну типа, у Бельгии просто нет шансов противостоять сразу трём странам, и это какой-то смешной прикол. Ну и да, у Бельгии почти не осталось дивизий, территории все ослаблены, и остаётся просто зайти в Брюссель, так ведь? Ну что ж, вы очень сильно ошибаетесь, потому что скоро вы всё сами поймёте. Ну и да, вы можете наблюдать, как постепенно мне предлагают всякие военные действия, вступить за оружием, но у меня свои цели, у меня завоевать Бельгию. Итак, вот он анекдот дня. Мы вроде бы уже на прямом проходе к Брюсселю, и тут оказывается, что у Бельгии ещё дивизий 200 на территориях. Вот это смешнявка. Ну и тут начинаются финты ушами, перераспределение людей, там типа направление куда удобно, и естественно, я не мог оставить без внимания то, что тут ребята в котле себя могут оставить. Поэтому, ну, я начал действовать гениально. План заключается в том, чтобы просто войти в город и как бы отрезать этих ваших бельгийцев от остального мира. Очень просто, гениально, и в принципе, я так и сделал. К счастью, территории не такие уж и непроходимые, и их очень легко и быстро можно прогулять. Не то, что там в ваших этих Южных Америках. Но зато да, мы сделали сразу два котла и уничтожаем целую кучу дивизий. А, кстати, все непонятные ситуации списывайте на то, что я отключил исторический фокус, потому что так, ну, угарнее. Получаю какую-то ненужную ачивку и, в общем-то, продолжаю биться насмерть. Блин, хойка такая забавная игра в этом плане, потому что, ну, у меня был час геймплея, а получилось так, что, ну, военные действия заняли минут 30. Остальное всё время, ну, я просто подготавливался. Я три часа играл, час записывал, и, ну, представьте, насколько весело иногда подготавливаться к войне дольше в пять раз, чем просто воевать. Генш не просто собрал эти факты, взял пушку, да и пошёл гулять с поводна. Кстати, свободные провки, а это значит, мы туда заходим. Очень гениальный и хитрый план, мы вот сидим, прогуливаемся прямо в каждый городок. Правда, без столицы мы вряд ли что-то додобьёмся, к сожалению. Была бы атомная бомба, было бы куда проще. Тут нам оказывают маловажное сопротивление, которое мы быстренько разгоняем, потому что нефиг. Ну и тут уже выстраивается картина, которая будет приветствовать меня в следующие пару игровых лет. Они засели в двух городах и просто не сдают их, потому что у них там дивизии 20. И это очень раздражает и будет раздражать меня. Меня будут посещать идеи военного переворота, там, распространить фашизм на территории Бельгии, но ничего не помогало, по итогу всё случилось куда иначе. Ну и ладно, тот, я ещё об этом не знал, и поэтому свободно захватывал каждый городочек и надеялся, что он воздёт в портовой город и просто задушит Брюссель. Откуда вообще у страны, которая воюет уже дофига лет, столько сил на дивизии? Ну типа серьёзно, предположите. На вас нападают сразу три страны, воздушат со всех сторон, а у вас откуда-то берутся силы сразу на лишних 20 дивизий, которые обороняют два сраных города. Ну и ладно, далее просто течёт время, я пытаюсь захватить что-то, или сижу обороняюсь. Сраный Брюссель, ну серьёзно, ну ладно. Немножко переменилась ситуация, теперь всё в наших руках, и мы наконец-то берём этот сраный город. Победа хоть с одной стороны покончена, она капитулирует. Ну как сказать капитулирует? Она до последнего города, до последней прорывки стояла, поэтому да, довольно смело. Кстати, надеюсь, мои кадры в секунду вас не убивают, потому что их там меньше 30. Ну зато я знаю, что я буду делать дальше. Буду захватывать следующую страну название, которое я точно не вспомню. Ну и да, все мы знаем, как это бывает. Сначала очень легко, вроде бы враг слабый, а потом опять. Ну ладно, надеюсь, в этот раз так не повторится, потому что мы проводим полномасштабное нападение в Амстердам. Кто бы мог подумать, то что Швейцария будет участвовать в таких вот прикольчиках. Ну ладно, зато в этот раз воюю не только я один, и пробивается она, сколько бы у неё там дивизии ни было. Ну и да, вот они опять встали в очень твёрдую оборону, никого не впуская. Чёртовы страны. Ну серьёзно, почему так тяжело? Ну тут я подумал, почесал репу и понял. Да ну их, я лучше посижу, покайфую себя в провке. Кому я вообще мешаю? Ну и тут я вот чё понял, у меня какие-то кривые линии фронта, надо бы их слегка подкорректировать, и тогда, может быть, что-то получится, и я буду полезным. Нет, вряд ли. Но попытка не пытка, 22 дивизии всё-таки. Ну, в общем-то да, 22 дивизии отправляются на линии фронта, и вот резко всё как-то позеленело. Возможно, потому что начали нападать. Как мы видим, страну постепенно загрызают, и даже мы куда-то там пробиваемся вроде бы. В общем-то, к городу всё ближе и ближе. Ну и да, в этот раз всё куда проще, потому что в этих военных действиях участвую не один только я. Поэтому прикольно, смешно, забавно, Амстердам уже на ладони, поэтому надо осталось сделать последний марш-бросок, и всё, мы, получается, ещё одну страну снесли. И да, тут великий стратег Чёрствый Хлеб решил нападать со всех флангов, чтобы убить абсолютно весь свой людской ресурс. Потому что, ну, знаете, так стратегия работает. Искусство войны суньзы. Ну, я вчера считывал одну поддержку со стороны, но по итогу они просто сидели себе в провках и кайфовали. Ладно, я что-то подустал, вот смотрите, какие итоги. Три ляма у них и полтора ляма у нас. Мы вроде бы побеждаем, но в 0%. Бельгия ливнула из этого чата, а я очень устал постоянно поддерживать войну. Поэтому, знаете, я, пожалуй, сохранюсь, порофлю немножко, пошучу, скажу вам подписываться, ставить лайки. И, знаете, пойду.